Ни один день в столице Уэйсона не обходится без приключений, и поездка на практику не стала исключением. Бандиты и аристократы, монстры и маги, как сговорились, сделать его жизнь насыщенней. Враги сильны и потери неизбежны, но и ответ будет жестким и беспощадным. Серж Винтеркей Антидемон Книга четвертая Читает Сергей Уделов Глава первая Прежде всего, пока не слишком поздно, поехал к посреднику Вана Безызьяна. Это был адвокат по имени Хорм, контора которого была расположена в богатом районе делового центра, что было очень удобно. Кто поверит, что такой важный человек может быть посредником для наемного убийцы? Успел вовремя. Тот как раз собирался уходить. Поймал я его в приемной. Секретаря уже не было, что меня полностью устраивало. Лишние свидетели мне ни к чему. Дородный мужик лет сорока, но уже седой. Моему появлению не обрадовался. Небось уже составил планы на вечерний отдых. Господин Хорм, я по поводу растраченного после похорон наследства в городе Лапоке произнес я кодовую фразу. Адвокат тут же перестал куда-либо спешить. Заулыбался, пригласил меня к себе в кабинет, богато отделанный красным деревом. — Известно, кто несчастный наследник? — спросил он меня. Я тут же передал ему листок с данными о баркете. Адвокат внимательно изучил информацию. — За такого наследника цена будет тысячу золотых, — сказал он после этого. — Все же, маг, если устраивает, то вы знаете, что всю сумму нужно уплатить вперед. — Вполне устраивает. И да, знаю, — ответил я, поскольку примерно на такую цену рассчитывал. И начал выкладывать золото на стол. Достал десять кожаных мешочков, в каждом из которых было по сотне монет. — Есть какие-то особые пожелания по судьбе наследника? — сразу же повеселел адвокат, не сводя алчного взгляда с моего золота. — Интересно, какую сумму ему платит Ван за посредничество? — Даже не знаю. Слышал только, что портальные охотники часто пропадают, — сказал я. — Уходят в портал и не возвращаются. — Плохо, значит, рассчитывают свои силы. Или попросту не везет. Монстры, знаете, попадаются иногда совсем страшные. — Да, конечно, почему бы и нет? — любезно улыбнулся адвокат. — Так же всем удобней. Никаких следователей, как если человек вдруг пропадает прямо посреди города. — Не знаю, о чем вы. На всякий случай занял я осторожную позицию. Мне не понравилось, что адвокат начал говорить о том, чем мы сейчас занимаемся практически открыто. — О, да, вы абсолютно правы. Это я отвлекся на воспоминания об одном моем предыдущем деле. Сообразил тот о причине моей осторожности и тут же изменил свое поведение. Значит, думаю, если не будет особых обстоятельств, то дело о наследнике должно разрешиться в ближайшую же неделю. Посредник мне не очень понравился. Уж больно болтлив. Но Ван в будущем на него не жаловался. Значит, стражники его так и не поймали. А если и поймали, то Вана он не выдал. Значит, буду работать с ним и дальше. Меня же сегодня ждало одно почти приятное дело. Я собирался разобраться с Джаваком. Той самой тварью, что в будущем станет каннибалом и ближайшим советником высших демонов. Тот факт, что в данный момент он ни в чем таком, скорее всего, еще не замешан, меня никак не волновал. Сейчас он уязвим, а позже, когда он будет востребован у армагов, они смогут его защитить. Я же не дурак, чтобы дать ему шанс осуществить все зверства, в которых он в будущем будет замешан. Если дам, то вся эта кровь будет на моих руках. Нет уж, такого кошмара мне не надо. Джавак работал в лавке мясника рубщиком мяса. Но сейчас, конечно, уже должен был быть дома. Как выяснили для меня бандиты Шрама, жил он один. Только изредка водил к себе проституток. Надеюсь, сегодня не один из этих дней. Посторонние лица не должны пострадать. Жил он в небольшом домике, унаследованном после смерти родителей, в достаточно приличном районе. Так что от места моей встречи с адвокатом добираться пришлось не очень долго. Ветра я в этот раз оставил в конюшне трактира в соседнем квартале. После этого, неспешным шагом, стараясь не слишком сильно хромать, двинулся в нужном направлении. В описании было указано, что домик его находится на лугу, между гостиницей «Герцогиня» и конюшней. Так что заблудиться я не боялся. Был еще один ориентир. Прямо напротив была крепостная стена. Третья линия обороны в городе. Когда я именовал гостиницу, то сразу увидел свет в окнах нужного мне дома. Аккуратно свернул в его сторону, убедившись, что на улице никого нет. Зашел во двор, потихоньку обогнул дом. И замер возле одного из окон, прислушиваясь. Судьба мне сегодня явно благоволила. В доме было тихо, и осторожно подкравшись к окну, я даже смог увидеть, что нужный мне человек сидит в кресле у накрытого стола. Освещение внутри было слабым, но лицо я тут же узнал. Оно было намного моложе, чем на плакатах, что я видел, но и щеки шрама не ошиблись. Это был тот самый джавак, что мне был нужен. Преодолев тут же нахлынувшую волну ненависти, я стал думать над тем, как мне лучше с ним покончить. Решил, что мудрить не нужно, надо действовать по-простому. Вернулся к входной двери, повернувшись к ней, снял маску с лица, а потом громко и уверенно постучал, как человек, имеющий на это право. «Кто такой? Чего так поздно?» Услышал я глухой голос за дверью секунд через двадцать. «Это джавак?» — спросил я, постаравшись сделать голос посолиднее. «Вас нужно допросить по поводу убийства хозяина мясной лавки, где вы работаете. Его жены, кстати, тоже». «Дерент убит?» — потрясенно спросил джавак. «Но я видел его всего час назад». «Потому мы и здесь», — жестко сказал я. «Немедленно открывайте, правосудие нужна ваша помощь». После этого он отпер дверь без колебаний. Некоторое сомнение появилось на лице, когда он увидел, что я явно слишком молод, чтобы быть следователем, да и одежда у меня гражданская. Но я не собирался давать ему время для раздумий и сомнений. Сделал шаг внутрь одновременно, вгоняя ему под челюсть кинжал так, чтобы он поразил головной мозг. Хороший способ — лишить его возможности закричать, привлекая к нам внимание. Уже умирая, джавак продолжал пятиться. А я поддерживал его за ласканой сюртука, пока мы не уперлись в стену. По ней он исполз. Это было жестокое, хладнокровное убийство. Но никаких угрызений совести я не испытывал. А вот облегчение, что только что спас множество жизней, было очень сильным. Словно какой-то груз с плеч упал. Тоже я постоянно переживал о том, что делаю пока что слишком мало, чтобы разрушить планы демонов. Но вот это уже решительный шаг. Такие предатели, как джавак, помогали армагам лучше понимать людскую натуру и, следовательно, более эффективно порабощать человечество. Поразительно, конечно, как рубщик мяса смог быть полезен им в таком качестве. Но, видимо, у него хорошо получилось, раз они так его ценили. Тряхнул головой, отвлекаясь от размышлений. Я был в опасной ситуации. В доме с открытой дверью над свежим трупом. Не время для раздумий. Прежде всего подошел к двери, прислушался. Тишина. Похоже, мне повезло, что дом расположен между конюшней и гостиницей. В них никому нет дела тому, что происходит по соседству. Конюх занят лошадьми, да и они все время шумят. Персонал в гостинице клиентами. То ли дело обычные дома, в которых у окна может в любое время дня и ночи сидеть и скучать кто-нибудь любопытный. Аккуратно прикрыл дверь. Нечего привлекать внимание прохожих к дому, если они появятся. Теперь мне нужно было сделать что-то, что пошлет расследование убийства по ложному следу. Вряд ли оно будет особенно тщательным. Но все же нечего надеяться на это. Из кармана я достал женские трусы солидного размера, купленные вчера в лавке со старой одеждой. Вот уж где моя маска пригодилась. Наверняка продавец посчитал меня извращенцем. Субтитры создавал DimaTorzok